Сегодня в Гомельском государственном университете имя Франциска Скарыны открылся Институт Конфуции. На его творение потребовалось 3 года. И вот 10-го Снежния было подписано выниковое погоднение, складенный план работы на будущий год и затверджены кандидатуры директоров. Светками урочистого открытия Института и начатка новой истории в новом жизни региона стали наши корреспонденты. Сегодня в Беларуси несколько предприемств и объектов, которые будут при поддержке КНР. Есть компании, где работают китайские специалисты. А кроме того, за прошлые 7 годов наладжена работа китайских волонтеров в нашей краине. Тому потребность у белорусских специалистов с ведением китайской мовы нас пела давно. Их под рыхтулкой будет займаться Институт Конфуция, который открылся на базе ГДУ имя Франциска Скарыны. А життя ведь идею допомог на Анкинске университет навук и технологии. Сопраценность двух войны вядется больше 20 годов. Договорная база складает свыше 20 документов. В 2013 году на базе Гомельского университета был открыт кабинет Конфуция, где распространялась учебная и культурно-осветницкая деятельность. Кабинет наведывали больше за 100 белорусских студентов. Открытие института позволит повеличить эту личбу в несколько разов. Приоритетными направлениями работы станет выучение китайской мовы, академичный обмен и распространение культуры и традиций поднебесной. Это не отдельное учреждение, в которое требуется поступление. Это институт при Гомельском государственном университете. Это был кабинет, теперь это будет институт. У этого института существует штат сотрудников. Будут наняты дополнительные преподаватели, дополнительные работники. И те мероприятия, те образовательные проекты, в которых будут участвовать наши студенты, значительно расширятся. Подобные установы створены у трех столичных ВНУ. У Белорусским державным, Минским лингвистичным и Национальным техничным университетов. Гомельское ВНУ стало первой из региональных. Я считаю, что для такого города, для распространения китайского языка, это очень важно, потому что в Гомеле, от города Минска, это так далеко. И если студенты, которые хотят изучать китайский язык, они не смогут поехать в Минск. И поэтому здесь будет удобно и близко. Такое событие очень значимо для двух университетов. Сейчас мы хотим обучить больше студентов для обмена и расширения культурных связей между странами. Мы хотели бы использовать Институт Конфуция как платформу для обучения большого количества студентов, получающих здесь разные специальности. И в будущем они помогут экономическому и техническому развитию двух стран. Ганна Ковалёва, Александр Харлам, по Утелерадио, компания «Гомель». Ганна Ковалёва, Александр Харлам, по Утелерадио, компания «Гомель».